Ожоги – одна из самых распространенных травм в мире. В Украине за год фиксируется порядка 10 тысяч ожогов только у детей. Десятая часть ожогов приходится на Донецкую область. Лечение этого вида травмы очень непростое, и в Донецке серьезно подходят к разработке новых технологий такого лечения. В первую очередь этим занимаются в ожоговом центре Института неотложной восстановительной хирургии имени Гусака. Уже более 10 лет в институте работает лаборатория клеточного и тканевого культивирования, уникальная для стран СНГ и Восточной Европы. За последние 10 лет мы применяли биотехнологии не меньше, чем у 500 человек. Не меньше, чем у 500 человек, но только при ожогах. Ну или, скажем так, ожогах и лечении ран. То есть то, что близко. Потому что мы применяем биотехнологии и в кардиологии, и в сосудистой хирургии, и в общей хирургии и так далее. Но вот примитив на кожогах, это примерно 500 пациентов с ожогами, с длинными зазывающими ранами, диссертация, даже доктор сказал, была защищена при лечении хронических язвно-раневых дефектов. Но при ожогах сам был в мире, потому что и лаборатория клеточного и тканевого культивирования, составляющая основу биостем, она создавалась именно для того, чтобы адекватно, современно, на очень высоком уровне лечить ожоговую болезнь. Применение клеточных технологий позволяет лечить пациентов, которых обычная медицина не в силах спасти. За помощью к донецким специалистам уже обращаются не только из других регионов Украины, но и из-за рубежа. Нам обратились наши коллеги из Санкт-Петербурга. У них мальчик, 4-летний подросток, получил очень тяжелый ожог. Ну, вдумайтесь, 98% поверхности тела было поражено. Ожоги были не только поверхностные, но и глубокие. И возникла такая критическая ситуация, когда они уже исчерпали свои возможности обычного лечения и обратились к нам за помощью. Мы передали очень большое количество искусственно выращенной кожи, но речь идет о количестве, о фибробластах, большое количество искусственно выращенной фибробластов, благодаря использованию которых этот ребенок выжил. Недавно делегация донецких комбустиологов, а именно так называются врачи, специализирующиеся в ожоговой медицине, побывала в ожоговой клинике американского города Феникс. Несмотря на громадную разницу в финансировании и количестве оборудования, оказалось, что украинские технологии лечения ни в чем не уступают, а где-то даже превосходят американские. В Украине, а во всяком случае в Донецке, наибольшее количество таких кроватей, мы используем специальные флюоризирующие установки, на которых пациенты не лежат, а не плавают. Там специальные условия создаются, мелкодиспешный силиконовый песок. И это создает комфортные условия для лечения, это создает условия для лучшего протекания раневого процесса и более комфортного пребывания тяжело пострадавших на кровати. У американцев таких установок нет. Донецкие врачи готовы поспорить с распространенным мнением о том, что лечение за границей всегда превосходит отечественное. К тому есть и конкретные примеры. Недавно прозвучало по всем средствам массовой информации сообщение о том, что во Львове при пожаре пострадало несколько детей. И американские коллеги из Бостона предложили перевести к ним, они как раз были во Львове, они общались, и у нас они были, я вам раз говорил. И трое детей умерло во Львове, а четвертого ребенка они забрали к себе. Этот ребенок там тоже был, понимаете. Поэтому это не решение вопроса. Институт неотложной восстановительной хирургии может обеспечить лечение пациентам с помощью технологий, ни в чем не уступающим мировым. Я говорю в данной ситуации только об обожженных, о травмированных, то есть то, чем мы занимаемся. Уровень, будучи во многих клиниках Европы и теперь и Америки, мы увидели, что у нас опыт лечения, особенно тяжелых больных, особенно с обширными опухолями, с обширными повреждениями, механическими покровами, значительно больше. У них таких больных редко, если и бывает, то это редко. Во-вторых, мы увидели уровень их лечения. То есть мы ничем не отличаемся. Может быть, условиями, да, может быть, количество аппаратуры согласен. Ну и субсидирование, но при том, что мы имеем, и бюджета, к сожалению, это не всегда нас удовлетворяет или совсем не удовлетворяет. Более того, сейчас в институте рассматривают возможность применения биотехнологий и в других направлениях медицины. Мы сделали все-таки акцент на клиническом использовании искусственно выращенной кожи, искусственно выращенных фибробластов, пиротиноцитов. То есть наша задача не просто научиться их выращивать, а в очень большом количестве передавать в клинику. Поэтому мы применяем наши биотехнологии во всех направлениях. В частности, мы завершили очень интересную кардиологическую тему, когда применяли стволовые клетки для лечения устойчивых к лечению формы стенокарнии, простите за тавтологию. И мы, используя собственные стволовые клетки пациента, научились восстанавливать ему насосную функцию сердца, то есть повышать эффективность работы сердца и доводить пациента до состояния операбельности, когда им можно выполнить ортокоронарное шунтирование. А изначально это было нельзя, потому что сердце не выдержало бы такой манипуляции. Новейшие биотехнологии уже прошли клинические испытания и теперь могут широко применяться, не только в самом институте, но и в других медцентрах. Буквально месяц назад мы получили свидетельство о том, что мы можем использовать. Мы до этого применяли биотехнологии, применительно к ожогам и к ранам, в рамках клинических испытаний. И длилось это, поверьте, много, долго. Вначале был экспериментальный этап, потом, как я уже сказал, там клинических испытаний, с 2007 года, 5 лет. И вот сейчас мы получили первыми в Украине сертификат о том, что эти методы, которые мы придумали и абсолютно широко опробировали, можем применять в клинической практике абсолютно свободно, не только в нашем центре. В апреле этого года донецкие специалисты планируют провести научную конференцию, на которую будут приглашены и американские комбустеологи. Так что обмен опытом в сфере новейших технологий лечения будет продолжен. Сергей Болдырев, Первый муниципальный.